Я считаю, что нужно оставить на 23 шекеля в час, потому что те, кто сейчас получает 30 шекелей в час или чуть-чуть больше, они автоматически станут на минимуме, им никто не повысит зарплату, но автоматически точно так же пойдет рост цен. Не успеют поднять минимум, как поднимут цены на продукты, на электричество, еще на что-то. Это мое мнение. Скажите, вы можете интервью по поводу 30 шекелей в час, как вы считаете, стоит делать или не стоит? Что? Поднять минимум на 30 шекелей в час, как вы считаете? Давно пора поднять на 50? А вы можете интервью, мы берем просто, делаем секер такой для интернета. Я работала 17 лет, и мне платили 25 шекелей. Сейчас моя пенсия 1000 шекелей, можно на эту прожить. Скажите, как вы считаете? Я считаю, что да, 30 шекелей, это даже считается очень минимум, давно надо было. 17 лет я работаю, и самая большая сумма, что я получила, 25 шекелей в час. Через 17 лет моя пенсия 1000 шекелей. На эти деньги нельзя прожить. Вы считаете, что, а кто, как можно это сделать, каким образом? Я не знаю, но просто тут наше государство не заботится о пенсионерах, не заботится о людях, которые работают. Мы работаем 8 часов в день, даже больше. А что мы получаем за это? Ничего. Посмотрите, какие цены в супере. Сюда нельзя чуть подойти. Я всегда думаю, что я могу позволить себе купить. Ну, понял. Спасибо. У меня вот только мои лекарства, я здоровый человек, 120 шекелей в месяц. Я всегда думаю, в этом месте я куплю лекарства, может, подожду до следующего месяца. Один день беру таблетку, второй день нет. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, сейчас идет дебат и в обществе о том, чтобы поднять минимум до 30 шекелей в час. Вот вы, как молодой человек, работающий человек, как считаете, стоит это сделать или не стоит? Поднимут, поднимут цены на все остальное. Останемся там же. Какая разница? Пускай будет 50 шекелей минимум в час. Если за пиво будете платить 15 шекелей за бутылку, то какая разница, сколько в час зарабатывает минимум? В моем мнении. Все продукты, овощи. Ну, в общем, вся жизнь дорожает и нужно поднять, я считаю, я за. А вот, допустим, есть люди, которые говорят, что если поднимут минимум остальным, то и мы станем на уровне бедных, потому что мы сейчас получаем 30 шекелей в час. Ну, возможно, будет, и все будет пересмотрено, и будем надеяться на лучшее, что и нам, может быть, и пособие будет прибавляться чуть-чуть. Кто живет. Спасибо. Я считаю, что нужно, нужно прибавить, потому что у кого семья, дети, это очень мало, 23 шекелей в час. Они приходят все, подработками занимаются многие семьи, как я знаю. Так что я за. Я думаю, это не важно. Важно совсем другое. 30, 23, вопрос в том, будет ли человек счастлив от этого, будет ли ему не то, что хватать или не хватать. Все цены поднимутся, поэтому разницы нет. Я думаю, не там нужно искать справедливость. Найти какое-то равновесие между всеми. Я не знаю, и как сказать точно, чтобы было как одна семья, чтобы делилось все поровну, чтобы каждое чувство второго. В этом, я думаю, спасение. Но не в этом, как и в ценах, дешевле, дороже. От этого человека счастлив не будет. Конечно, я думаю, что я согласна с своим мужем. Большой будет польза, будет большая польза, если мы как-нибудь начнем искать совместно со всеми людьми. Как бы начнем мы именно... Менять отношения друг к другу. Да. И тогда, может быть, мы перестанем внутри Израиля между собой евреи ругаться, как кошка-собака, а начнем действительно задумываться о близнем человеке. Тогда, да, можно поднять или обгустить, потому что это будет совместное решение, как в одной семье. Я за эту борьбу, которую мы говорим. Потому что 80% рабочих получают меньше того, что они зарабатывают. 10% получают 30 шекелей, они переживают за то, что они сравняются вместе с нами. Нет, они просто будут на том уровне, как и мы. И будут просто чувствовать, что это такое, ценовую разницу. И даже если увеличение произойдет, плата за электричество, за газ, что неоднократно поднималась, мы будем способны оплачивать, а не жить ниже среднего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!